Новые видео каждый день в 8 и 11 утра. Продолжение следует... 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 Марти, Марти, вставай. Давай, вставай. В общем, как бы, Тина была достаточно, ну, довольна тем, что сложилось. Конечно, для неё это был шок после того, как её, скажем так, похитили. Она, конечно же, собиралась во всём там разобраться, но, знаете, она поняла, что с этим городком, с этими властями действовать вот так на пролом, ну, как-то было не очень. Винь. Идём купаться? Да, мы идём купаться. Как-то действовать на пролом, поэтому она решила, что, скорее всего, она как-то будет действовать аккуратно, ну, в общем, ещё будет смотреть, как будет складываться ситуация. Ну, главное, что Рик её спас, и все были довольны. Тина. Ребята, у нас тут что, листик пролетел? Да, наверное, это нормально. Тина, конечно же, после всей этой ситуации она как-то вот сблизилась с Риком, и Рик как-то стал к ней более открытым. Но у неё были какие-то сомнения, что ли, я даже не знаю, как это назвать. Я хочу сейчас нашу дочку покормить. Что у нас с вами есть? Давай мы дадим еду. Кто-то нам, по-моему, там то ли позвонил, то ли написал. Давай бутерброд с арахисом. Роберт Парфилд. На свидание нас какой-то Роберт зовёт. Хорошо, допустим. Допустим, сделаем вид, что мы этого не видели. Сейчас мы попросим нашу Хоу подложить свой планшетик, потому что мне кажется, что всё-таки ей лучше пойти покушать. Сейчас у нас вечер, причём, ой, у нас не просто вечер, у нас ночь. Ребята, а чё никто не спит? Почему они у нас тут развлекаются, скажем так? Мне очень нравится, что у нас тут листья пролетают. Ну, ничего страшного. Так, всё. Ты у нас насмотрелась видеоролики для малышей? Давай-ка ещё раз дадим еду, и пусть это будет бутерброд с арахисовым маслом. Это очень вкусно. И я думаю, что должно понравиться нашей Хоуп. Тина, ну, если вы смотрите с первой серии наш летсплей, наш, скажем так, сериальный проект, ну... А зачем два? Скажи мне, пожалуйста, посади сюда ребёнка. Посади сюда Хоуп. Хоуп. Тина у нас побывала в различных передрягах. У неё... Да вы помните, какая у неё сумасшедшая жизнь была для её возраста. Да, хоть она у нас уже и молодая, но в любом случае... Как бы для её возраста она уже успела много чего пережить. И сейчас, вот вроде бы, знаете, она встретила идеального мужчину. Рик у нас, ну, по сути, идеален. Такой вот джентльмен. Спас её. У него есть маленький сынишка, который ровесник Хоуп. То есть, ну, знаете, ну, будьте вместе, дорастите детишек. Но... Ты чего плачешь? Чё такое? Там что-то страшное показывают. Но, как вы помните, у неё ещё было двое парней, если можно, конечно, так выразиться. Ну, понятное дело, что Джеймс, отец нашей малышки Хоуп. И даже не парень, но как бы воздыхатель Альфред. Ну, и Тина, знаете, как-то так вот, она понимала в силу своих юных, скажем так, мыслей, что сейчас ей как бы свести свою жизнь с Риком как-то, ну... Она сомневалась, короче, колебалась. Она не знала, что ей делать дальше. Поэтому ей нужно было взять какой-то тайм-аут. То есть, как бы, Рик уже ей как бы намекал, что нужно... Там, может быть, ты ко мне переедешь, все дела, там, вместе с Хоуп. Но Тина... Ну, как-то колебалась. Именно что колебалась. Давай пойдём уложим ребёнка, сами, наверное, выспимся. Завтра мы пойдём погуляем с нашей Хоуп. Стойте, ребятки, мы же с вами совсем забыли. Хоуп-то нужно искупать, потому что... Ну, не Кобельфо, наверное, ложится грязнулькой и спать. В общем, во-первых, Тина хотела провести время со своей дочерью. Ну, всё-таки это очень важный такой момент в её жизни. Как бы она там у нас не разрывалась на работу, на свои какие-то блогерские дела, она всё равно хотела, чтобы с Хоуп у неё были хорошие отношения. Она хотела, чтобы Хоуп была счастлива. Смотрите, какая милашка, наконец-то. У нас глаза нормальные у детей. Наконец-то. Ну и, конечно же, ей просто хотелось побыть одной. Да, ей сейчас не хотелось ни с какими Риками, шмиками. Наверное, она что-то другое ожидала, когда у них с Риком был лямур полнейший. Потому что... Вы чего, ребят? Ребята? А с Тиной вообще всё в порядке? Почему... А, всё, она просто, видимо, засмотрелась на свою дочку. Она, видимо, чего-то, наверное, другого ожидала. То есть, знаете, такой вот... Ну, не то чтобы разочарование, но... Так, Хоуп, давай-ка ты беги спать, потому что... Попросим, давай, почитать перед сном. Ты, надеюсь, сможешь это сделать нам, мамочка? Пожалуйста, почитай мне. У-у-у, ребята, сейчас ворчать будет. Ворчать будет страшно. Она, правда, ещё хотела в туалет, а мы как бы её не сводили в туалет. Ну, в общем, такие вот дела. Давай, почитай, пожалуйста. Я вижу, что ты тоже хочешь спать. Мы с вами ложимся, ребят. У нас рассвет. У нас сейчас чисто рассвет, а мы только спать ложимся. Ну, что поделать? Блин, смотрите, какая красота. Посмотрите. Просто нереально. Удивительно, что солнце уже как бы достаточно высоко. У нас только шесть утра. Ну, ничего страшного. В любом случае, Тина хочет выспаться, и сегодня, наверное, к Рику мы идти не будем. Хотя посмотрим, посмотрим. Она Рику сейчас старалась также помогать по ветклинике, то есть она могла как-то, ну, приветствовать посетителей, может быть, как-то там с кем-то пообщаться, помочь что-то помыть. То есть как бы ей хотелось как-то его отблагодарить, потому что, на самом деле, вы же понимаете, что он очень сильно ей помог. Так, сегодня мы с вами работаем с домом. Мы с вами на работу ходим крайне редко. Я вас сильно удивлю, сказав, что они практически полдня проспали. Нам, между прочим, сейчас пришли счета, поэтому... Ой, все завонялось. Ну, давай выбрасывай, убирай мой. Практически полдня мы с вами проспали, но это нам с вами не помешает. Сейчас мы тут перекусим быстренько. Я думаю, даже готовить что-либо мы не будем. Мы просто отправимся в наш симпатичный детский парк. Как вы знаете, у нас тут вот такой вот красивейший парк есть для детишек, специальный. Специальный парк для детей. То есть там будет где Хоуп поиграть. Да и Тина, может быть, что-нибудь там сядет, посмотрит или поиграет в шахматы, потому что там даже шахматы были. Видимо, знаете, и для взрослых. Давай-ка ты съешь с арахисом маслом и желе бутербродик. Мне кажется, он будет очень вкусным. Ну и, конечно, соберем Хоуп. Давайте посмотрим, что у Хоуп по состоянию, ее самочувствия. Все в порядке. У них все в порядке. С собой собаку, конечно, мы брать не будем, потому что... О, нет, 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 не ешь. Не ешь, выброси. Убери и помой. Ты лучше... Нет, Тина, нет, 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 Тина, нет. Не ешь ты его. Я надеюсь, что ты просто его понюхала и не кушала. Давай-ка мы с тобой просто быстро перекусим. Возьми себе бутерброд с ветчиной и сыром. Ммм, бутерброд с ветчиной и сыром. Я бы сама от него сейчас не отказалась. Собаку мы, конечно, с собой брать не будем, потому что все-таки это парк для детей. И как-то будет, ну, совсем некрасиво, если мы еще туда с собакой придем. Поэтому Тина, в принципе, не имея каких-то особо на сегодня планов, она хотела все-таки побыть в раздумье каком-нибудь, пожить какое-то время, чтобы не отправляться сразу же к Рику. Поэтому мы сейчас с вами быстро перекусим. Нам бы желательно как-то переодеться, потому что мне кажется, в таком наряде тебе вряд ли кто-то обрадуется. Тем более, вдруг там будут родители с другими детьми и устроят тебе кавабунгу полнейшую. Так, убираем. Убираем тарелки. Мне очень нравится, что Sims в тарелки мы выбрасываем. Ой, ребята. По-моему, мы немножечко тут как бы, это самое, не очень хорошо поступили. Ну что, давайте выберем какой-нибудь наряд. Значит, мы должны сменить одежду. Мы с вами поменяем. Я думаю, что мы вот в таком вот наряде пойдем. Достаточно такой вот классический нарядец. Тина сейчас у нас переоденется. А, ты с бутербродом пойдешь переодеваться? Нет? Ну, в принципе, я почему бы и нет. А почему не пойти с бутербродом переодеться? Ну, покажись, ребята. Вот, друзья мои, вот такой у нас будет нарядец. Ее сейчас классическая прическа, в которой она ходит розовая кофточка. Такая даже цвет фуксии. Штанишки, кроссовочки, макосинчики. Ну, такого плана. И сейчас она с грустью дожевывает этот бутерброд. И мы с вами отправимся, погуляем в парке. Отдохнем, подышим свежим воздухом и хорошенько подумаем. Продолжение следует... 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 Ну и, конечно же, он познакомился с Камилой и как-то туда-сюда, то-сё, ну, в общем, они, скажем так, стали парой, они не поженились и то, даже не то, чтобы пара, они вместе ходили на свидание, и вот Камила поехала к своим родственникам в Бриндлтон-Бэй, вы представляете, как мир тесен, как говорится, она предложила Джеймсу сидеть вместе с ней, ну и понятное дело, что они ходили гулять, они гуляли по улицам, тем более, что сейчас такая вот красивая теплая осень, О, у нас там Лео стоит, ребят, у нас тут целая куча пасхалок, потому что я, по-моему, тут всех персонажей уже успела увидеть, да, вон у нас Лана стоит, но делаем вид, что мы их не знаем, видим первый раз В общем, Тина пришла в парк, её дочка сидела и играла, та взяла книжку, у нас тут, оказывается, есть книжный шкаф, то есть, знаете, место, где и детишки могут поиграть, и родители что-то почитать, отдохнуть, у нас тут даже кто-то домик сломал, какие-то, я даже не знаю, живодёры по отношению домикадёры Ну и пока Тина сидела, читала книжку, на горизонте нарисовались ребята, они о чём-то общались, обсуждали что-то, и потом пошли, видимо, за хот-догами, потому что вот тут у нас тут такой вот ларючек с хот-догами И, видимо, пока не проходили, Джеймс увидел Тину, Тина увидела Джеймса, ну и, да, ребята, это Джеймс Вы помните, он всегда был с длинными волосами, тут, видимо, решил быть таким вот стильным, модным, позитивным, и теперь у нас такими вот короткими, хотя, может, он их и отрастит И он увидел Тину, Тина увидела его, он увидел свою дочь, как видите, они обнялись, у них была вот прям вот такая вот встреча Ну и, конечно же, Тина успела только пару слов ему сказать, и, честно говоря, всё остальное время он провёл со своей дочерью Да, Хоуп, если кто не знает, это дочь от Джеймса И вы видите, что пока они там общались, развлекались, уже ночь настала Камила решила, видимо, она прекрасно понимала, кто такая Тина, кто такая Хоуп То есть она решила не вмешиваться, она пошла себе жевать свой хот-дог Ну и со стороны там на скамеечке сидела, смотрела, что там происходит Ну и Тина, собственно, решила, наверное, спросить у... Ой, как интересно, какие у нас тут интересные моменты происходят Тина, видимо, решила сделать кружок вокруг этого бассейна Так, я только тебя прошу, пожалуйста, давай ты не будешь подходить к Амиле Ребята, вы любите угар? Я предлагаю вам придумать подпись к вот этой фотографии Я предлагаю вам придумать подпись и выкладывать её Выкладывайте скриншот с этим кадром Я даже не знаю, какой сейчас выбирается такой наиболее угарный кадр Выкладывайте в ВК в предложку Самые смешные, я думаю, что я опубликую Что происходит? Ребята, тут можно было сделать эту самую целую... Слушайте, по-моему, Камила расстроилась По-моему, Камила немножечко расстроилась из-за того, что Джеймс всё внимание уделяет малышке Ну, это было, конечно, с её... Ребят, всё, вот Вот он вам идеальный кадр Я не знаю, что он пытается сделать Ну, понятно, я что немножко глюканул, но в любом случае Давайте, может быть, мы как-то с ним, ну, душевно поговорим Мы должны как-то хоть немножечко проявить себя более-менее в приличном виде Давай-ка мы подойдём Я прошу тебя, всё, хватит тебе уже играть с дочерью Нам нужно, ну, хотя бы выяснить, что он здесь делает И вообще, то есть, ребята, как вы помните, они расстались Ну, скажем так, не на очень позитивной ноте Но они расстались Мол, Джеймс ей тогда сказал, что, типа, дорогой мой У нас всё было хорошо, но прости Она, правда, с другой стороны, она, конечно, хотела к нему вернуться Но тогда Джеймс ещё сам начал, типа, гнуть линию Что, мол, я не хочу с тобой быть Мы с тобой разные, бла-бла-бла Все дела, то есть, как бы, Тина Тогда, слушайте, ну, купаться в бассейне в этом самом У нас же, смотрите, какой няшный цветочек У вас есть совесть вообще здесь плавать? Короче, в общем, расстались они не очень хорошо Я так понимаю, что сейчас Тина тоже сядет, ребята Сделаем вид, что они тут не сидят Потому что они у нас живут своей жизнью Я с ними ничего поделать не могу В общем, расстались они так себе То есть Тина, ну, этот Альфред, как вы помните Тина в то время жила у Альфреда Альфред настоял, чтобы Тина вернулась к Джеймсу Но, когда они встретились и всё обсудили Выяснилось, что и Джеймсу это, как бы, не особо надо Ну, и Тина, типа, психанула Мол, всё, я сваливаю, до свидания, надоело И, в итоге, после столького После стольких дней, месяцев Как вы видите Они снова встретились и сидят, общаются Камила свалила Камила вообще свалила Она сидит там в плохом настроении У тебя очень плохое настроение, или у тебя Слушайте, ей, наверное, грустно Ей, наверное, грустно, что Джеймс уделяет всё внимание Своей бывшей Но, как бы, она не смела к ним Там, подходить, скандалить Типа, чё вы тут такое делаете? Чё ты с ним общаешься? Типа, чё ты с ней общаешься? Как бы, понятно, что это Мать его ребёнка И это будет просто некрасиво Но Джеймс как-то Более-менее дружелюбно был настроен К Тине Конечно, он был очень рад увидеть Чё вы здесь сели? Вот вылазьте, давайте Нечего сидеть здесь Давай, может быть, мы как-то У тебя там что-нибудь спросим Я думаю, что предлагать Остаться на ночь мы тебе не будем Потому что это как-то будет Пожалуемся на плохую погоду А Джеймс рассказал, что он вместе со своей Ну, он так как-то пытался Это всё, конечно, приукрасить Типа, со своей подругой Он решил всё-таки нормально себе повезти Увидев, что Тина была одна с ребёнком То есть, как бы, не с новым мужем Не с парнем Он сказал, что он, типа, с подругой Приехал в Бриндлтон Бэй Скорее всего, Камила это услышала И ушла куда-то Ребята, Камила пошла играть Камила пошла играть Той самой с Фэй Господи, Фэйт Вот я уже начинаю путаться В наших, в этих самых проектах Она пошла играть с Хоуп Ну, ладно, допустим Хорошая девочка Ну, и Тина, мол Спросила его Вы надолго или ненадолго Но Джеймс как-то так умолчал К родственникам приехали Проведаем и, наверное, обратно в Сан-Мишуна Спросил, как у Тины дела Тина тоже не особо ему захотела Всё рассказывать Сказала, что всё более-менее Она тут работает, подрабатывает Всё в порядке То есть, как вы понимаете Особо какого-то диалога у них не получилось Что-то такое Вот мелочи какие-то обсудили Но никто не вспоминал Что было раньше Кто от кого ушёл Кто к кому приревновал И т.д. и т.п. Я думаю, что нам, друзья мои Надо возвращаться 11 ночи Как бы Время позднее У нас осень И не хотелось бы, чтобы наша дочь Я тут замёрзла Давай мы тебя поднимем И будем идти домой Будем двигать Потому что я не хочу Чтобы она тут у нас Простудилась Или ещё что-то было Камила Прости меня, пожалуйста Мы тебя вообще, кстати, не знаем Да? А нет Мы её типа знаем Слушайте, когда вы успели познакомиться Я даже не знаю Когда они успели познакомиться В общем Тина поняла Что Джеймс сейчас находится в городе И вы представляете Её чувства Она увидела Свою первую любовь То есть парня По сути В которого она была влюблена Ну это было первое Действительно серьёзное Первое серьёзное отношение И первый серьёзный парень В её жизни Наконец-то мы с вами прибыли Уже совсем глубокая ночь Надо уложить дочку спать Надо наполнить миску нашего Марти И думать И думать, что делать дальше Вы понимаете, что появился Джеймс Только у Тины И начало всё налаживаться в жизни Тут появляется Джеймс Не важно, что он был с девушкой То есть как бы Тут ну такое С девушкой Где есть девушка Где нет девушки Тина-то не особо, видимо, парилась Она увидела, как он Знаете, с такой вот радостью Прям увидел Хоуп Как он обрадовался И в принципе с Тиной У них получился более-менее Неплохой разговор В общем Видимо у Тины опять что-то там ёкнуло Давай убери кучу шерсти Откуда из нашего пёсика Столько шерсти Родной мой Ты же вроде такой ещё маленький А уже столько шерсти Тина Разозлилась, конечно Когда увидела Там всё, всё, что происходит Потому что Джеймс Ну вообще ни к селу Ни к городу здесь был Вот вообще не в тему А мы не можем выбросить А, у нас нету мусорного бака На улице Ну понятное дело Что у нас нет мусорного бака Кстати, ты счета ещё Не оплатила Надо нам с тобой оплатить счета Потому что это будет не очень Ребят, давайте вынесем на улицу Ну как-то Ну некрасиво, да У нас нет мусорного бака Но нужно будет обязательно его прикупить Так, выходи, пожалуйста Дорогая Оплачивай счета и ложись спать Завтра на утро Нам нужно было всё-таки Прийти в ветклинику Потому что Мы как бы Как я уже говорила Помогали Рику с ветклиникой И нам всё-таки Нужно будет туда сходить Посмотреть, что у него новенького Что у него происходит в жизни Может быть, какая-то помощь нужна Ну и заодно Как-то развеется, что ли А то вместо того, чтобы развеется в парке Она ещё больше запуталась Гуд морнинг, Тина Доброе утречко Ой, а чего наша дочь проснулась? Ой, ты в туалет хочешь? Давай посмотрим У тебя вообще горшок тут есть? Есть Отправим Хоуп на горшок Покушаем И отправимся Я так понимаю, что Нашему Марти В принципе, вполне удобно и здесь спать Вполне удобно Мы с вами ничему уже не удивляемся Это же Симс 4 и все дела Сходим сейчас к Рику Спросим, как у него вообще там Ветклиника пожелает Потому что, как вы помните С ветклиникой были большие проблемы Это как бы утро? Серьёзно? Это такое утро? Чё-то я не вижу А, ну да, солнышко у нас так затянулось немножечко Как вы помните У нас с ветклиникой были отдельные проблемы Когда Тина там драку устроила Перед ветклиникой Её пытались, как вы помните Закрыть и продать И что с ней только не пытались сделать Так, давай-ка ты сама сходи в туалет Я думаю, что Хоуп справится Ты не виси над ней Мы сейчас с вами быстренько перекусим Быстро позавтракай Наверное Бутерброды, чипсы, сырные Крекеры, молоко Овсяшку Скушай овсяшку Дочку мы сейчас отправим В детский сад То есть у Тины всегда был выбор Либо в детский сад она отправляла дочь Либо к соседям То есть тут никаких проблем не было Она не переживайте Нигде её не теряла Но в любом случае Читая её активность Скажем так Она у нас Ну, мы не можем её назвать Конечно, с вами примерной матерью Ей, наверное, очень хотелось бы быть примерной матерью Но Пока что в силу своего возраста и жизни суровой У неё с этим не складывается Нужно нам сейчас выбрать В каком наряде мы с вами пойдём Я думаю, что в том же В чём и вчера Будет как-то Ну, не камильфуете Не-не-не-не-не-не-не Прардон Мы с вами не будем сейчас Давайте пойдём в том В чём мы с вами Ходили погулять недавно Хоу, деточка Пойди пока что Поиграя в кубики Я думаю, что тебе будет Очень даже интересно Пока твоя мамочка переоденется Переодевайся Всё Вот так мы сейчас с вами пойдём Да, это, конечно, не особо такой вот Наряд для ветклиники Хотя, если она подрабатывала То, понятное дело Ей выдавали там Выдавали ей халат А что у тебя с настроением? У тебя всё должно быть отлично Ты Может быть Овсянка какая-то не очень вкусная Нет, я смотрю, что овсянка уже отличная Давайте-ка будем собираться И отправляться в ветклинику Мы с вами на месте, друзья мои Я вижу, что ветклиника Невзирая на то, что только Как бы Восемь утра Они уже Работают по полной Я так понимаю, что у нас уже все тут При делах Да, вы посмотрите Все вышли работать И даже у нас тут есть Мужчина с розовыми волосами Мужчина С вами не всё в порядке Я так понимаю В общем, Дина пришла к Рику Спросила, как у него делишки Может быть Какие-то там Проблемы, не проблемы Как видите Она у нее такой неловкий Немножечко смешок Они после Ну, после того Случа Как бы С Риком Ничего не обсуждали То есть Ну, вы поняли То, что произошло У них тогда ночью Они Не поднимали эту тему Наверное Дина как-то стеснялась Или же Рик немножечко Стеснялся Ну, то есть Как-то оно уже у них Спонтанно произошло Но в любом случае Она решила Что будет очень полезно Прийти к нему Пообщаться Поговорить И заодно узнать Есть ли какие-то новости Может быть Что-то полезное Она узнает И, как вы понимаете Не зря сегодня Тина пришла к Рику Потому что Рик рассказал ей Что опять начались проблемы Связанные с ветклиникой То есть Да, тогда митинг Тины Очень даже помог Но, к сожалению Ему опять начали Приходить уведомления Что, мол Ваша ветклиника Находится В очень важном месте Что здесь Нужно что-то построить Перестроить Нашлась уже Строительная компания Которая будет Этим всем заниматься Поэтому Будьте любезны Подумайте о том Там, допустим Вам будет выплачен Конечно Какой-то гонорар Не гонорар За клинику Но Ее нужно снести Типа, мол Она удачно у нас тут расположена Как она тут удачно расположена Я не знаю Но, видимо Властям было виднее Ну, Рик, конечно же Рассказал обо всем Тине А нормально Что тут как бы Кто-то поет Ладно Пой Может быть так ты клиентов Привлекаешь Тина была в шоке Тина была в шоке Потому что, блин Ну, столько стараний Столько всего Они пытались делать С Риком А в итоге Получалась какая-то Полнейшая лажа Ну, и Рик сказал Что Я не знаю Как с ними бороться Я не знаю Что с ними делать Они меня вообще Ни в коем случае Не хотят слушать На что Тина ему сказала Что я сама могу сходить Я давай сама с ними Пойду поговорю У меня как бы Богатый опыт Общения С такими компаниями Тем более Тина говорит У меня отец Работал в строительной фирме Может быть я как-то Смогу через него Решить все эти проблемы Ну, и Рик говорит Я буду, конечно Тебе очень благодарен Если ты к ним отправишься Потому что Если они нас закроют То ты же понимаешь Что мне делать дальше Я понятия не имею Понятное дело Что они выплатят Мне деньги В размере Гораздо меньшей суммы То есть сумма Будет гораздо меньше По сравнению с тем Сколько я вложил В эту ветклинику И я не смогу Открыть еще одну Ну, плюс она находится Напротив моего дома Мне здесь удобно Мне здесь хорошо Они не имеют права Мне закрыть Ну, и Тина Наша Брава Решила отправиться И посмотреть Что это за офис такой То есть Рик рассказала Что это было Небольшое офисное здание Где Как бы Сидела эта строительная компания Там вроде кто-то Новый появился Какие-то новые сотрудники И скорее всего Именно они Хотят перекупить Этот участок И собственно Что-то здесь построить Ребят У этой дамочки Вообще все в порядке Видимо все в порядке Тина решила Что она заскочить Нужно домой Как-то выглядит Ну, более-менее презентабельно И после этого Мы с вами пойдем И поговорим С этим товарищем Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Ну и Альфред, конечно же Вау, Тина, Тина Он тоже удивилась Они как раз А вот тут вопрос А вот тут вопрос Что у нас сегодня ДимаTorzok Компенсацию ДимаTorzok 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 Если вы хотите Как можно быстрее Узнать Кто же будет У нас с ужиной Ряженой И что будет дальше Обязательно Ставьте лайк Подписывайтесь на канал На колокольчик Нажимайте Увидимся уже В новой серии Очень скоро Хорошего настроения И пока-пока Субтитры подогнал «Симон»